Не курить это модно. Для Романа Девятого сегодняшний день особенный. В 14 лет он впервые вдохнул никотин. Говорит, тогда подсел на сигареты, в день мог выкурить больше пачки. Сейчас Роману 29, пагубную привычку он бросил. Теперь активно пропагандирует здоровый образ жизни и занимается спортом. Личным примером, показывая всю привлекательность жизни без табака. Ничего хорошего к этому не идет. Только сигареты только губят. Ну и уже не курил, наверное, сколько? Лет 6-7. Если Роман познакомился с сигаретами в детстве, то современная цивилизация знает о табаке уже больше 500 лет. Люди сразу поняли, что табак приносит не только удовольствие, но и вред. И почти сразу начали борьбу с курильщиками. В Европе, например, табакозависимых могли лишить руки или даже сжечь. Мы же решили узнать, что думают о курящих православные священники. Действительно, курение, оно человеку вредит не только здоровью телесному, но и духовному здоровью. Потому что, опять же, по словам апостола Павла, тело человека – это как сосуд Божий, местилище, Духа Святого. И нужно к этому сосуду относиться бережно. По данным ВОЗ, в мире курят около трети взрослого населения. Это примерно полтора миллиарда человек. В России примерно 40%. А я курил, курю и буду курить. Просто хочу курить и курить. Я уже 30 лет курю, так что нормально. Два месяца не курил, потом опять закурил. А почему? Да, ну не знаю, захотелось просто опять. Захотел, не сбросил, захотел, закурил опять. И курильщики, и врачи признают, что избавиться от табачного змия нелегко. У многих просто нет желания. Свою пагубную привычку они постоянно чем-то оправдывают. Стресс. 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 Я не могу уснуть. И второй, конечно, немаловажный, особенно если женщины, к сожалению, женщины обращаются достаточно часто к нам. Это набираем вес. Бороться с табагозависимыми решили всем миром. В 1988 году и придумали день без табака. В то время рекламу сигарет можно было увидеть даже в магазине детских товаров. Современное общество постепенно начало понимать, что курить это не модно. Как понял это семь лет назад роман, и теперь его главный девиз – здоровье нации в наших руках. Илья Кочетков, Антон Васильев, Андрей Печоркин, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.